Если вы являетесь владельцем четырехколесного железного коня, то присаживайтесь поближе к экрану. В ближайшие несколько минут мы расскажем, как не попасть на штрафстоянку и почему водители не забирают оттуда свои автомобили. Ежегодно в Алматы на штрафстоянке попадает более тысячи автомобилей. Некоторые из них, вне зависимости от года выпуска и цены, простаивают десятилетиями, так и не дождавшись своих владельцев. В таких местах можно увидеть не только разбитые в хлам после ДТП, но и целые, без единой царапины и удара автомашины. В основном на специализированную стоянку отправляются автосредства, чьи владельцы нарушают правила дорожного движения. К нам в основном ежедневно поступают автомашины от 15 до 30 транспортных автомашин. В основном поступают автомашины, управляющие в деталейном состоянии, дорожно-транспортные происшествия очень много и за управление без документов. Всего в городе насчитывается 6 штрафстоянок, рассчитанных на 1310 машин. На сегодняшний день 994 автомобилей ждут своих хозяев. Чтобы не попасть в их число, нужно не только знать правила дорожного движения, но и вовремя снять авто с учета регистрации при продаже автомашины. Ведь немало водителей, которые даже не догадывают, что на их имени висит огромный штраф за дано проданную ими машину, приходят в ужас, узнав, что они числятся должниками. Причина того, что в основном владельцы транспортных средств, они где-то 2000 годы продали автомашины свои, они продали по доверенности и сами даже не знали, что они находятся у нас. Были очень много случаев. Мы когда находили владельцев, они даже удивлялись, они были на них оформлены, до сих пор не было снятия с учета. Те, которые продавали по доверенности, они недобросовестно отнеслись к транспортным средствам, они оставили машину. Это одна из причин, почему некоторые автомобили превращаются в хлам, простаивая на стоянке. В самой древней машине на штрафстоянке более 7 лет, и таких примерно 100 единиц. Совместно с административной полицией и совместно с участковыми инспекторами было отработано. Это было указание Акима Гори города Алматы. В течение полугода мы созванивались, все мы раздавали вводим мнение. Мы нашли где-то 210 владельцев транспортных средств. И совместно с административной полицией мы возвратили где-то около 210 автомашин. По постановлению Акима города Алматы суточный тариф обслуживания на штрафстоянке составляет 909 тенге. За 7 лет набегает приличная сумма порядка 3 миллионов. Особенно такие цифры пугают молодых нарушителей дорожного движения. В будущем лишенном водительского удостоверения управляют транспортным средством. Очень много таких молодых людей попадают. Это ежедневно около 10 автомашин. В основном взорвлены молодые девушки и юноши. По словам администрации штрафстоянок, на сегодняшний день задаются много вопросов насчет утилизации старых авто. Мы не имеем права утилизировать, потому что нет такого закона утилизации. Потому что имеется собственник транспортных средств. Они как были, они также находятся у нас на стоянке. Мы только методом выявления владельца возвращаем просто автовладельцу. Административная полиция призывает водителей быть внимательнее на дорогах и не забывать вовремя проверять автомобиль на наличие штрафов.